За последние сутки коронавирусной инфекцией заразились еще 72 человека. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Общее число заболевших за все время 2158. Глава региона рассказал, что скончался еще один пациент с коронавирусом. Однако выросло и число тех, кто выздоровел. 866 человек уже выписаны из больниц. Непростая питообстановка пока не позволяет расслабиться. Ставропольцев просят быть ответственнее, минимизировать контакты и надевать маски. Несмотря на то, что зима и весна на Ставрополье выдались засушливыми, а водность рек гораздо ниже среднегодовых отметок, в крае не останавливаются противопаводковые работы. Чтобы избежать потоплений в будущем в регионе продолжаются береговы крепления, расчистка русел рек и ремонт гидротехнических сооружений. Масштабные работы кипят на крупных водных объектах края. Всего на эти цели выделили больше 700 миллионов рублей. Мы наметили на этот год 22 мероприятия, 8 береговы креплений на реках Кубань, Подкумок, Кума. Будем продолжать расчистки на реке Калаусу, Куль. Сделаем два ремонта гидротехнических сооружений в Красного Гвардейском районе и Александровском районе. В Железноводске возводят новый детский сад. Учреждение в поселке Капельница рассчитано на 150 воспитанников. Строители уже приступили к благоустройству территории и продолжают отделку бассейна и внутренней работы. На игровой площадке установят яркие домики и качели. Объект возводят по нацпроекту образования. В Левокумском районе строят тепличный комплекс площадью почти 23 гектара. Там планируют выращивать овощи. В Минсельхозе региона сообщили, объект возводят благодаря господдержке. На предприятии планируют создать 312 рабочих мест, а инвестиционный бюджет проекта составляет почти 5 миллиардов рублей. Агрария в Шпаковском районе разводит страусов. Предприятие закупило 10 птичьих семей, которые уже адаптировались к новым условиям. Сейчас они дают порядка 80 яиц в месяц, половина которых идет в инкубаторы, где вылупляется страусята. На ферме уже насчитывается около 70 малышей. Отмечается, что владельцы планируют продолжать развивать свое хозяйство.